Продолжение следует... Скорее всего, в фильме не будет, зато будет подземный паркинг, куда мы сейчас и отправимся. Ну ты, актриса, ты можешь грусть изобразить? Да, секунду. Тут просто можно заржать. Я не понимаю, кто снимается, а кто снимает. А это, ну, прибыльная работа? Комплексное озеленение. Может озеленить комплексно. В общем, Диснейленд. Кто его сюда пустил? Заходим. Я говорю тихо, потому что где-то там идет съемочный процесс. И чтобы меня не послали отсюда раньше времени, приходится шептать. Короче, сейчас замахали на меня руками, потому что вот там все видно. И сейчас мы пойдем и спрячемся. Куда, куда, куда? Видимо туда, туда и пойдем. Все, выключаю свет, буду невидимкой. Красивое платье. Вот сейчас на красную дорожку. Начинается сцена. Хорошо, друзья, давайте. Я не понимаю, кто снимается, а кто снимает. Я веду свой репортаж со съемок художественного фильма Маша. Ситуация здесь сейчас достаточно непростая, потому что это последний съемочный день. Режиссер, она не любит говорить слово «крайний». Я с ней абсолютно согласен, потому что крайний может быть только плоть. Так что я стараюсь к людям не приставать. Они сейчас очень заняты, напряжены, сконцентрированы. И фильм этот тоже достаточно непростой. Сцена ключевая, снимать ее нельзя, потому что в ней спойлеры. Еще я узнал о том, что, скорее всего, этот фильм будет подаваться на кинотавр в 2020 году. Так что увидим его там, если увидим. А может и не увидим. А может в Каннах. А может в Венеции. Пока. Не знаю. Стоп. Стоп. Идет обсуждение финальной сцены. Сейчас мы узнаем, как же фильм называется точно. Это какая сцена сейчас? 116-я. Ее нельзя снимать. Опять надымили, надымили своим дымом. Дымом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вернее, даже не совсем к финалу, к предфиналью. Вот так вот. Что это за такие слова? Ну, в общем, да. Спасибо большое. Да, вам большое спасибо. Спасибо. Не, на самом деле, кто его сюда пустил? Поэтому я буду вынужден ждать, когда будет удобно с ней поговорить. Хотя у меня простой очень вопрос. Как настроение? Когда у меня будет 20 миллионов подписчиков, сперва буду проходить я. Более того, фильмы стану снимать там, где в это время окажусь я. А пока что, смотрите, Гиллендваген. МНХ. 64-й регион. Кто знает, тот поймет. На черной коже. В-8. Тун-дун. Тун-дун. А зато сейчас текущий обед. Текущий обед это не тот, который смыли и он потек. А тот, который не ограничен началом и концом. Он такой плавненький, как бы. Хочешь тогда, хочешь всегда. Но главное, не больше определенного количества времени, если ты не супер нужен. Работает В-8 и перестал работать. Вот рядом со мной Алексей. Когда там нужно вторую голову прилепить, ногу вторую, да? Или наоборот убрать. Вторую ногу или голову. У вас пластический грим, да? Это пластический грим. Спецэффекты. Это тяжело? Это интересно. Ну, тяжело, да. А самое интересное, вот у вас за вашу практику, что вам приходилось делать? Изменения внешности у актеров. Смена пола, там, мужчина-женщина, женщина-мужчина. Много всего. Это в концептуальной эротике изменение пола, да? А, я имею в виду на лице. Да, мы работаем с лицом и с телом, да. А это, ну, прибыльная работа? Это кино, это достаточно интересно. Так что, ребята, кому интересно менять пол другим людям, подумайте о том, чтобы стать пластическим грим... Пластическим гримером. А, пластическим гримером, не хирургом. Эх, слышали. Кого-то грохнули. А зачем выстрел, пока еще не снимают? Вот я вот сам спрашиваю. Я не знаю, могу только догадываться. Потом вставят куда-то. Потом. Они сейчас... Внедрят уже в фильм. Точно. Потом подложат на монтаже. А еще, если они могут из одного выстрела сделать 20-30, это получится автоматная очередь. Всем привет, ребята, с вами. Блиана Бьюти и Супер Петя. И сегодня мы будем рассказать. Кого ты играешь, Полин? Я играю главную героиню этого фильма, Маша. И много у тебя тут сцен? Ну да, большая часть фильма это с моим нахождением на сцене. Твоей героиней есть какой-то конфликт? Проблема основная? Основная проблема это... Да, нет проблем, но просто суть в том, что ее все обманывают. И в итоге она это узнает и... Ну все, мы спойлерить не будем. А сколько тебе лет? 13. Учебе не мешает? Нет. То есть учебы нет просто? Нет, учебы есть. Я люблю учиться. Соответственно, ты школу закончишь, пойдешь, наверное, в театральное училище. Да. Ну логично, конечно. Нашел, что спросить. А поклонники есть? В каком плане? В прямом. Ну ты идешь, а там люди такие стоят, поклоняются. Ну нет, меня мало когда узнают на улицах, но такие были. А фильмы какие любишь? Я люблю где поплакать. Я люблю плакать вообще. Ну ты актриса. Ты можешь грусть изобразить? Да. Секунду. Никогда не видел, чтобы люди так грустили. Ты очень веселый человек, поэтому... Тут стало холодно, мне пришлось надеть курточку. Тем не менее, главная героиня, она все еще с голой спиной. У меня буквально 70 лучших людей, которые я должна уместить, как бы, все воспоминания, которых у меня нет. Я, блин, во время тормозну. Остановил камеру на время выстрела. Экономим батарейку. Будет еще одна репетиция. Прикол в том, что прошло уже 5 часов, все еще снимают одну и ту же сцену. Там очень много кадров. У каждого кадра есть дубли. В общем, кино, это вам не так все просто. Рядом со мной человек, который буквально неделю назад получил главный приз Кинотавра за операторскую работу. Я там был, но этот фильм единственный я и не посмотрел. Глеб, скажи, в чем секрет хорошего кадра? В чем секрет хорошего кадра? Ну, наверное, надо просто любить то, что делаешь, и все. Спасибо. Ребята, любите, что делаете. Все. В этом месте прошел дождь. А вот там он уже закончился. А вот здесь он был. Тут фонарь какой-то зеленый дает. Потому что он люминесцентный. А вот этот нет. А вот этот вообще белый. А вот этот зеленый. В общем, Диснейленд. Кстати, красиво получается вот так вот. Выставили свет какой-то интересный. Машина светит. Приборчик ночной. По рандеву. Час разлуки. А вот смотрите, тянут прибор, который весь в целлофане, для того, чтобы его не залило водой. Когда будет сверху дождь идти, вот из этой установочки. И вот там соседняя стоит. А вода будет подаваться. Вот здесь стоит цистерна Камаза. Поливалочка. Она может, если что, и подмести даже. Комплексное озеленение. Может озеленить комплексно. 35 с водой. Вот так вот. А это Саша. Он командует спецэффектами. Александр, вы можете вызвать дождь? Да, конечно. Только по команде. Сколько стоит дождь? Недорого. Копейки сущие. А что еще можно в спецэффектах сделать? Можно сделать все, что угодно. Вместо компьютера. Снег, дождь, дымы, взрывы. Все, что угодно. Вот смотрите. Повелитель бурь. Стихи и крови на площадке. Так, сейчас дождик пойдет. Ну-ка. Прикиньте. Ливень. Анастасия, скажите, пожалуйста, а как вы знаете, что кат или дубль? Спиной чувствую. Ну вот, просто чувствуешь и все. То есть, когда то, что происходит в кадре, оно откликается по всем параметрам и вы говорите? Ну, какой-то бздынь, да, и все. Да. Стоп. Если продюсер в этот момент не гонит, они говорят А в основном гонят, и это тяжело? Нет, в основном как раз не гонят, и я вообще очень благодарна за доверие, потому что, ну, как-то просто доверились, и на самом деле, в общем, есть возможность сделать то, что ты хочешь, считаешь нужным. Видите, даже два финала дали снять. Эта картина, она чему-то научит? Смогут сделать выводы какие-то люди для себя? Я так, краем уха, слышал, что это ваша история, правильно? Да, про мое детство, но я очень надеюсь, что нет. Ничему не научат и никаких выводов не сделают. Ну, правильно, потому что героиня подобрана очень точно, вот и все. Вот, да. А вы похожи? Да. Цвет глаз. О, я... Это ваша последняя, да, смена? В смысле нет, 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 конечно, нет, конечно, у нас еще будут, да, смены, да. Мне очень понравилось то, что вы сказали, что запретили говорить крайне, вот лично у меня даже по этому поводу есть шутка. Всем спасибо. Спасибо большое. Ну, подожди, ну вот сюда. Снято. Кто его сюда пустил? В общем, друзья, я сделал классный вывод. Нужно чувствовать спиной и делать то, что любишь. Это фильм Маша. Смотрите в кинотеатрах. Фильм обещает быть высокохудожественным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если понравилось или не понравилось, если тогда пишите свои гневные комментарии. С вами был Петр Сивак. Пока. А кто его сюда пустил? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok